Продолжение следует... Именно вот тот, который у меня был, он нормальный, на нем можно работать вполне. Я тебе материнку отправлю и процессор. Вот как кодекс мне отправил свои, я тебе отправлю свои. Только тебе надо будет, ну, я не знаю, что там, блок питания, может быть он слабоват будет. Возможно, блок питания купить. Ну все, договорились. Он все равно у меня лежит, я его продавать не буду. Но я сниму видео об этом, надеюсь, ты не против. Не, я не против, конечно. Как я отправляю тебе. Но это, кстати, косвенно, благодаря кодексу. У меня бы это все не освободилось. Прикольная история будет. Всем привет, друзья. Вот и спустя 4 месяца мы снова встретились за этим столом. Свою материнскую плату с процессором я не продал. Она все это время у меня лежала. И только сейчас я додумался до того, что я могу просто продолжить этот круговорот добра в природе и отослать в свою систему, ну, некоторые кусочки системы, кому-нибудь, кто в этом нуждается. Тому, у кого вообще нет никакого компьютера. И такой человек, конечно же, нашелся. Это посредник папича, с которым вы вскоре намного ближе познакомитесь, потому что я выпущу серию видеороликов о том, как я ездил к нему в гости летом 2020 года. В этих роликах вы сможете намного лучше узнать, кому я решил отправить свой старый компьютер. Итак, я кратко напомню, что у меня здесь материнская плата ECS H61H2MV. Процессор Intel Core i3, Defeast 3245. Охлаждение. Такой вот кулер. Я точно не уверен, это называется боксовый кулер. Кулер Deepcool. Deepcool вентилятор, ну, и радиатор, не знаю, от какой фирмы, наверное, тоже Deepcool. И еще оперативная память Patriot на 8 гигабайт. Я вот эту оперативную память достал из своего компьютера, потому что, ну, она мне, думаю, не нужна. У меня и так 16 гигабайт, а это еще дополнительная восьмерка, и у меня было 24. 24, я думаю, никогда нереально задействовать в обычных условиях, поэтому я просто ее подарю посреднику, посреднику Папича. Посредника Папича зовут Саша, если что, и поэтому я буду к нему обращаться в этом ролике Саша. Буду ему объяснять какие-то моменты. И еще я отправлю свой старый блок питания на первое время, который не выдает хорошие мощности для работы системы с видеокартой, но без видеокарты он тянул систему. Поэтому должно хватить, вроде бы он не горит, ну, то есть он пожар устроить не должен у посредника. На первое время хватит, чтобы, ну, хоть как-то пожить, а потом уже купит новый на Авито, как я сделал. Блок питания на 450 ватт, он уже 10 раз разобран, у него перепаянные конденсаторы внутри, в общем, я перепаивал лично. Его я тоже отправлю. Отправлять я буду вот в этой коробке, в которой Кодекс прислал мне свой старый компьютер. То есть это реально прям чисто круговорот в самом прямом виде. Я отклеил все почтовые данные, вот здесь вот все было в почтовых каких-то данных, я их все отклеил, чтобы можно было повторно использовать коробку для пересылки. Надеюсь, все получится. Пока что еще ничего не известно, я только, только начинаю формировать посылку. Итак, в этом видео мы будем, вот в первую очередь, формировать посылку для посредника. Итак, здесь, как вы помните, на материнской плате нет бэкплейта, потому что я переставил его на свою новую материнку от Кодекса. То есть здесь был бэкплейт снизу, я переставил его в свой новый компьютер, да? И я на Авито нашел в своем городе продавца, который продавал бэкплейт. Я купил, вот съездил вчера, потратил несколько часов, чтобы съездить в другой район и купить бэкплейт на вот этот сокет процессорный. И вот я уже его установил, короче, я установил его без видео. Мне стало так интересно попробовать, и я его сразу уже поставил. Бэкплейт, все, есть, то есть материнка снова стала полностью в рабочем состоянии. Дело в том, что у меня на этой материнке вроде как один из слотов под оперативную память не работает. Я относил компьютер в сервис, у меня были проблемы, мне сказали, что в этом слоте оперативка не работает, а в другом работает. Поэтому я сразу поставлю в рабочий, это ближний к кулеру. То есть тот, который ближе к кулеру, тот работает. Но я сразу поставлю. Короче, Саша, сам поставишь оперативку, оперативку сам поставишь в ближний слот. Вентилятор я тоже не буду вставить, но если что, я сразу подскажу тоже, как он должен стоять. Вот у нас, значит, стоит материнка. И вот здесь вот провод должен выходить в правый верхний угол. То есть вот так он должен стоять. Еще у меня здесь вот такая вот панель, которая шла вместе с компьютером, когда я его купил. И у нее разъем, вот этой панели, он сочетается только с этой материнкой. Вот здесь множество вот таких вот интересных разъемов, да, контактов. Я не помню, в какой, в какой-то из них подключается вот эта вот панелька. Это панель передняя с поддержкой таких форматов, как micro, M2, всякая хуйня. И еще один USB-порт. Вот USB-порт это очень полезно и очень важно. Короче, тебе нужно будет вставлять данную панель в каждый из этих вот из этих разъемов, да, вот так вот. И проверять, в каком она заработает. В том, в котором она заработает, там ее и оставишь, и будешь пользоваться. Итак, ну что ж, попробуем давайте сформировать посылку. Я уже кое-что знаю о том, какие проблемы нас ждут при упаковывании. Сейчас вам расскажу. Итак, самое главное. Блок питания не входит по высоте. Смотрите, вот я кладу блок питания, закрываю, и он слишком высокий для этой коробки. Не закрывается данная посылка. Можно, конечно, как-то вот так вот придавить, да, и со всей силы закрыть. Но я этого не хочу делать. Я хочу делать поумнее. Я не буду покупать новую коробку, потому что, ну, это дорого. Я не хочу тратить деньги лишние. Тем более, что у меня есть хорошая коробка, атмосферная и очень душевная. Я сделаю кое-что очень гениальное. Смотрите. В общем, я сниму верхнюю крышку с блока питания. Да, вот я ее снял. И вот тут вот, вот эти две стенки, они как бы больше ничем не закреплены. Я возьму и разогну их. Вот так вот. Вот так вот. Что это, что-то стрельнуло. Что это стрельнуло и упало? Нашел, что улетело, вот пластмассовый хомутик. Вот такой вот пластмассовый хомутик взорвался и улетел. Правую сторону уже больше не отогнуть, потому что здесь провод уже натягивается. Что можно с этим сделать? Только открутить плату. Опа! Отогнули. Опа! Отогнули. То есть, Саша, смотри, что тебе надо будет сделать. Тебе надо будет его обратно согнуть, прикрутить три винта, чтобы плату обратно закрепить. Ну, и накрыть вот этой вот, накрыть, ну, в общем, корпусом сверху и прикрутить на четыре винтика. Все винтики я тебе сейчас упакую и положу. О, он идеально входит. Смотрите. Идеально входит по длине. По длине коробки. Идеально вошел. Я думаю, что он не должен сломать, то есть, вот это железо, от того, что мы его один раз разогнем, другой раз согнем обратно, оно не сломается. Оно будет еще рабочее, будет еще служить. Я ее разверну. Опа! Идеально вошла. Идеально входит по ширине. Просто прям один в один. Посмотрите, насколько идеально по ширине оно входит. Тут нет зазора, тут нет зазора. Я не знаю, как я буду закрывать сейчас. Оперативка. Ну, что, я просто положу ее здесь. Панелька. Вентилятор. Тоже здесь. Термопаста. Термопаста кодексовская. Кодексовская термопаста, кулер-мастер. Термопасту можно купить везде. То есть, это вообще не проблема, что ее можно купить в Ульяновске, в Омске, куда я отправляю. Данную посылку. Но, зачем она мне здесь сейчас? У меня термопаста поменена. Я не знаю, когда я буду менять. Через тысячу лет уже в этой срок годности выйдет. Я лучше ее подарю. Я лучше подарю термопасту. Посреднику, да? Он ее использует по назначению. Это намного лучше, чем она у меня здесь пропадет. А мне, если понадобится, я куплю. Она же стоит копейки и везде продается. Термопасту лучше, конечно, будет поменять. После того, как ты ее получишь. Потому что я менял термопасту уже сколько? Больше года назад, получается. Год назад я менял термопасту. Это совсем недавно. То есть, это не так давно. Мне кажется, еще можно было с нею жить. Но дело в том, что я уже много раз отлеплял кулер от процессора. И там уже нанесение, мне кажется, совершенно не хорошее. То есть, если что, то просто возьмешь и поменяешь термопасту на кодексовскую. Лучше поменять, да. Ну и, конечно же, винтики. Винтики. Тут, опять же, кодексы с KSC. Очень много винтиков от кодекса. Я думаю, что мы просто разделим пополам. Здесь я положил то, что я выкрутил из блока питания сверху. И те, которые держали плату. Дальше сюда же я положу то, что я выкрутил. То, что держала панель. Панель в корпусе. У тебя, может, не будет места под нее. Но что-нибудь придумаешь, пригодится, короче. И ножки материнской платы. То есть, ножки, на которых материнская плата стоит в корпусе. Значит, тут еще вот такие вот длинные. Но я вообще не знаю, с какой целью могут пригодиться вот такие длинные винты. Я думаю, что они не нужны. Но с другой стороны, а вдруг понадобится, да. И последний мешочек. Тут хомуты и еще какие-то. Тут 4 пластиковых хомута. Два мне, два тебе. Итак, вот, два мешочка, в которых есть практически все возможные винты, которые могут пригодиться в сборке. И даже хомуты, и даже те, которые не могут пригодиться в сборке винты. Все, все кладу вот сюда. Должно этого точно хватить, чтобы и блок питания собрать, и панельку закрепить, и материнку прикрепить. И, ну и все. А что еще надо? Больше ничего не надо. Даже блок питания можно прикрепить на один винтик к корпусу. Будешь сгибать обратно. Вот так. И вот так. Пришлось прям разгибаться с всей силы. Потом согнешь обратно. Это, думаю, несложно будет. Ну, закроется. Вот так вот положу. В общем, сборка будет очень тяжелой. Так, пробуем. О, не закрывается. Вот так. О! О, закрыл. О! Вот так вот. О, закрылся. О! Светель вместилась. Вроде это все. То есть, практически полностью рабочий ПК. Процессор, встроенная графика, блок питания. Для работы, оперативка, для работы нужно будет только жесткий диск, клавиатура-мышь и монитор. Все, все остальное есть. То есть, надо только жесткий диск, клавиатура-мышь, монитор. И можно работать, можно даже стримить. Потому что я именно вот на этих комплектующих начинал вообще всю свою деятельность. Устанавливал мировые рекорды по Sirius Sam на стримах в 720p 30 кадров. Именно вот на этой сборке. Ничего не было. Ни видеокарты, ни... Ничего больше не было, да. Кто-то может подумать, что этот видеоролик обо мне, или о посылке, или о посреднике, или еще о чем-то. Но на самом деле нет. Этот видеоролик, он о кодексе. Конечно, он в первую очередь о кодексе. Кто, если не он, позволил вот этому всему произойти? Кто, благодаря кому высвободилось вот у меня данное оборудование? И, что самое главное, благодаря кому у меня появилась мысль такая, что можно творить добро безвозмездно и ничего не пронеждать взамен, помогать людям? Кодекс дал нам это понять. Думаю, мы многому научились у этого человека. И думаю, каждый должен взглянуть на вот такие вот ситуации с этой стороны, что подобный поступок, он является реально великим. Но это я не себя называю великим, конечно, а в первую очередь кодекс. Кодекс, великий человек, который меняет этот мир, меняет его непосредственно к лучшему. Ведь жизнь одна, и нужно помогать друг другу, иначе мы все сфидим и не станем популярными видеоблогерами. Вот. В общем, это всё. Наверное, дальше я попробую поснимать, когда буду идти на почту. Вроде посылка собрана, ничего не забыто. Всё равно, если за 4 месяца я не продал свою материнку и процессор, то, очевидно, я её и за год, и за 2, и за 3 года не продам. Мои руки не дойдут до этого дела, пока у меня просто не будет, просто не кончатся деньги. Если только у меня исчезнут вдруг все деньги, то мне просто придётся их продать. Ну, пришлось бы. Я думаю, что такой вариант с отправкой по среднему это намного лучшее. Намного более эффективное использование этих вещей, потому что я бы просто этим не занялся никогда. А так у меня появилась мотивация избавиться от ненужных вещей и в то же время помочь человеку. Это отлично. Кстати, ещё я вспомнил, что кодекс в своей посылке всё прокладывал огромным количеством пакетов, чтобы во время пересылки ничего не повредилось. Я же этого не сделал. Я не знаю, стоит ли это делать, потому что в моей посылке всё настолько прочно и плотно набилось и засело, то есть там всё намертво просто закрепилось. Вот я даже переворачиваю, даже ничего не болтается. То есть там всё намертво друг к другу прижалось. Может быть, пакеты в таком случае и не нужны. А, ну, это винтики. Короче, я думаю, ничего не будет. Я думаю, ничего не будет с посылкой. Да, тем более, кодексовские пакеты я выкинул. У меня их уже нет. Идём с Сайфером отправлять на почту посылку. Вот Сайфер справа. Ну, вот вы видели кусочек его ноги только что. Да и ладно, у меня тоже грязное. Да посмотрите, как грязно на улице. Просто жесть. Ну, надеюсь, что всё получится. Там куча правил на этой почте, но возможно... Ну, просто, знаете, как в России бывает. Просто примут и ничего не спросят, всё получится. 505 рублей, я посчитал, по калькулятору будет стоить отправка. Надеюсь, очень надеюсь, что получится. Вроде бы вот, ну, всё здесь нормально. Скотч я весь убрал с коробки. В общем, максимальное соответствие правилам должно быть. Ну, посмотрим. Ну, вот и всё. Сайфер отправил посылку. Ну, мы, а точнее Сайфер. Всё получилось, даже паспорт не понадобился. Очень просто. Наверное, ну, процедура упростилась за последние годы. Ну, вообще, супер-эзи. Просто заполнить адрес и всё. Нам даже не пришлось эту коробку заклеивать скотчем, потому что нам выдали специальный пакетик почтовый, в который коробку кладёшь, и она там намертва, типа. И всё. В общем, супер-эзи. Всё. Посредничек. Теперь. Да. Дальше ждём от тебя видеоблог. На канале посредника выйдет, как он получает эту посылку и собирает компьютер. Надеюсь, это будет быстрее, чем я сделал про кодекса за 4 месяца. Может быть... Может быть, получится. Надеюсь, что всё заработает. И, конечно же, мы, кстати, с Сайфером обсуждали, да, что самым лучшим вообще вариантом будет спидранинг GTA San Andres на этой сборке для посредника на Твиче. Просто до мирового рекорда. Ждём, в общем, спидраны по GTA. А мы идём в магазин, чтобы купить курицу и поесть. И купить горох и макароны за 13 рублей. В общем, вроде бы это всё. Спасибо за просмотр. Всем пока.